Первый ролик в этой рубрике не собрал пока 25 тысяч лайков, но он стабильно собирает просмотры и положительные отзывы. Ну и судя по вот этим вашим комментариям, я понимаю, что рубрику стоит продолжать. До чего уж и греха таить, мне и самому приятно смотреть реплеи с разного рейтинга и пытаться усмотреть в них определенные закономерности, пытаясь забраться в голову к игрокам. Так что давайте по-честному 20к лайков на этом ролике и я сажусь делать рыцарей. Многие из вас могут сразу подумать, мол Серега Стражи это же те же самые рекруты, чем они принципиально могут отличаться? Зачем про них целый отдельный ролик снимать? И те, кто так подумают, будут в корне неправы. Рекруты в большинстве своем либо необучаемые 25-40 летние игроки, которые просто запускают доту как своего рода танки и проводят вечер с кайфом, иногда распивая под все это дело спиртные напитки. Ну или же это новички, которые просто очень медленно прогрессируют, поэтому могут задержаться на геральтах иногда на пару тысяч часов. А вот Стражи это куда уже более интересные игроки. Они как минимум подобрались ближе, а может уже и преодолели порог в первую тысячу ММР. А это, как бы странно не звучало, тоже неплохое достижение. Скажем, если у вас 100 ММР, то проиграть 3 игры подряд и спуститься до 10 не так уж и страшно. Ведь что 10 ММР, что 100 примерно одно и то же болото. Но вот скажем, слить свою заветную тысячу ММР из-за обидных лусов и слабых тиммейтов, согласитесь, уже куда страшнее. А главное обиднее. Поэтому на Стражах у игроков уже есть какая-никакая система мотивации и ощущение достижения за проделанную в игре работу. И эта штука во многом определяет все то, о чем я буду говорить дальше. Также по своему опыту могу сказать, что играя со Стражами в лобби, я иногда так делаю по вечерам в Дискорд канале своем, можете подписаться и у вас будет шанс поиграть со мной там 5 на 5. В общем, ссылка в описании, если что. Стражи иногда в таких играх со стороны не отличаются, скажем, от 3-4К игрока, при условии, что они играют на своих героях и хотят победить, а они стараются руинить. Так что Стражи это уже совсем не рекруты. Ну и чтобы в этом убедиться, сейчас я буду разбираться, что же в голове у Стражей. Каждый геймер знает, что такое рутина. Сначала рашешь через данж, забитый зомбями, потом на базе отбиваешься от бесконечных волн тупых мобов, в финале выбиваешь из босса сначала дерьмо, а после возделенный лут, и наконец приходишь домой, чтобы погонять в любимую игру, а там все то же самое. Фанпэй поможет обменять твои кровные на нужный предмет или услугу, чтобы ты мог позабыть про унылую рутину и насладиться игрой. Фанпэй. Никакой рутины, только фан. Топы пиков героев на Стражах, как ни странно, рекрутские. Я уже в прошлом ролике объяснял, что на низком рейтинге есть своя мета имбовых и кайфовых героев, которые пикаются чаще других для получения максимального удовольствия и максимального профита при минимальных усилиях. Эти герои, разумеется, Путч, Снайпер, Фантомка, Джаггер, Леон, Вичдоктор, ну и так далее. В общем, те герои, которых игроки спамят еще начиная с первой доты. Крит здесь имба, Фингер имба, Маледикт имба. Продолжите ряд в комментариях. Очевидно, что на Стражах тоже есть 30-летние игроки, так же как и на рекрутах. На них всю жизнь нажимают кнопку поиска, но механический скилл иногда позволяет им выбраться чуть выше отметки Геральта 5 и может даже добраться до 1000 ММРов. Но хочу заметить, что после первых 10-15 героев в топе по пикрейту мета начинает разниться и на Стражах уже появляются своего рода узкоспециализированные герои, которые требуют большего микроскилла. К примеру, Фурион на рекрутах. Он находится в топ-40 по частоте выбора, тогда как на Стражах уже занимает топ-28. Ну или скажем, Аркварден, всеми нами любимый космодесантник. На рекрутах он по пику аж на 85-м месте, а на Стражах уже в плотных топ-60. И таких героев на самом деле довольно много. Тех, что на рекрутах не берутся из-за повышенной сложности в индивидуальном перформансе, а на Стражах они уже чаще появляются в пиках. Да что уж тут говорить, даже Чен, который на рекрутах занимает гордое последнее место по пикрейту за последний месяц, на Стражах занимает топ-110 место. Почему же это происходит? На Стражах, конечно же, все так же часто пикается имба. Тот самый снайпер, который убьет всех райт-кликом, но уже начинают появляться индивидуальные плейстайлы игроков и даже индивидуальные сигнатурки. Нет, я знаю, что на рекрутах у людей тоже бывают свои сигны и все такое. Просто если брать статистику, то рекрут скорее пикнет героя, на котором он просто хочет поиграть. Ведь у него есть там хук или крит. А вот Страж с большей долей вероятности пикнет героя, на котором он умеет играть и может быть даже задумается о том, как тот или иной герой заходит в пик. И да, на Стражах уже есть свои грандмастеры Аркварденов и Тинкеров и Инвокеров. Только вот Тима все еще продолжает руинить, именно поэтому винрейт пока не самый высокий. Что же касается винрейта героев на Стражах, это тоже повод для отдельной диссертации. К примеру, за последние 20 дней топ-1 герой по винрейту как на рекрутах, так и на Стражах это Спектра. Ну это просто лейтгейм керри, которые любят вот эти бессмысленные игры по 50 минут, где у всех участников случилась коллективная амнезия, и они не помнят при каком условии заканчивается игра. Кстати, если вы играете от 0 до 1000 ммр на керри, вот вам топ-1 герой, берите на заметку, Спектра пикайте в каждой игре. А вот дальше по таблице винрейтов начинаются интересности. К примеру, на Стражах в первой пятерке есть сразу два оффлейнера, это Кентавр и Андерлорд, которые на рекрутах находятся в топ-20 и топ-30 по проценту побед, соответственно. И я сначала вообще не понял, почему так происходит. Вроде герои одни и те же, длительность игры что на рекрутах, что на Стражах в среднем довольно долгая, но почему-то есть вот эти жирненькие оффлейнеры, которые на одном ПТСе выигрывают чаще, чем на другом. И тут все дело исключительно в понимании игры. Да, вы будете смеяться, но Стражи понимают доту чуть лучше, чем рекруты, именно поэтому у них на несколько сотен ммр побольше. На рекрутах понятие роли очень сильно размыто, а такие вещи как тройка и четверка зачастую вообще слипаются в одну роль под названием 3.5, я ее обычно ласково называю огрызочек. Рекруты очень любят игнорировать фармкрипов после лайнинга, именно поэтому многие оффлейнеры в мидгейме просто теряют свой темп и становятся сдобными булочками с одним даггером на 20 минуте. На Стражах это тоже частое явление, но все же там уже существуют все эти ваши социальные лестницы, кастовые сегрегации и прочее. И скажем, на 1000 ммр вы уже чаще встретите какого-нибудь зажиточного нон-стоп фармящего андерлорда, объедающего своих саппортов, которого просто очень тяжело убить из-за количества слотов. Ну а так как кентавр и андерлорд просто сейчас сильные герои, которые собрав пару аур на тима могут выиграть эту проклятую командную доту 2, то и винрейт у них соответственно большой. Что же получается? Страж это игрок, который мыслит в реалиях нормальной доты, где понятно какая позиция фармит, а какая нет, какая позиция за какую роль отвечает в драке, и какая позиция по итогу задает темп команде и выигрывает игру? Ну я бы так не сказал. Я бы сказал, что Страж начинает мыслить в этом ключе. До полного понимания тут еще конечно далеко. Именно поэтому тут все еще путш пикается чаще других чаров, так же как и гномик с ружьем. Ну или в одном пике можно встретить спик тру в Рейс Кинга и Фейс Лос Вайда. И да, они побеждают, потому что чем больше коров, тем ближе победа. Подводя итог по пику героя, я бы сказал, что Страж все еще пикает то, что по кайфу. Но в некоторых случаях все-таки может выбрать героя, исходя из его индивидуальной полезности в игре, что дарит ему несколько сотен лишних ММР. Итак, даже на стадии пика, я думаю, вы уже заметили, что Стражи это отнюдь не рекруты. Окей, дальше они вас удивят еще сильнее. Перейдем к сборке артефактов. Сбор картов на Стражах во многом, как и на рекрутах, строится на имбовости некоторых шмоток. Тут тоже можно встретить Тараску вторым слотом на любом герое, Сашу с Яшей в рандомный момент времени на кор-героя, или Мекку на Мидвайпере, как в 2014. Потому что тут также время застряло примерно на патче 6.82. Но это когда реворкнули модельку Финда, и личинки гулей уже окуклились и начали расправлять крылышки. И многие игроки продолжают играть в эту доту времен дриопитеков, сохраняя свои сборочки и плейстайл. Конечно, тут многие игроки уже научились копировать билды с протрекера, особенно на кор-ролях. И хоть они не до конца понимают, зачем на спектре ранний блейдмейл, но зато они научились его как минимум собирать. Так а в чем же отличие от 0К ММР, спросите вы? Дело в том, что на стражах уже появляется такая вещь, как ситуативные билды. Но проблема в том, что ситуативность в нормальной игре, это, к примеру, купить БКБ на один слот пораньше, или там загрейдить стик на первые деньги в миде против Бэтрайдера, или же взять какой-нибудь лотус против Баунти Хантера или Вражеского Весела. Ну в общем, вы поняли. Нормальная ситуативность, это способность адаптироваться минимально к сложившейся в игре ситуации. На стражах ситуативность перерастает в своего рода русское поле экспериментов, где каждый игрок показывает, во что он гораст. Рубрика Экскременты, например, заставляет саппорта в пятой позиции купить себе два кольца на реген на Огармаге, после чего разобрать арканы в линзу, что похвально, с последующей сборкой ПТшки, что уголовно наказуемо в большинстве стран СНГ. Ну или вот взять себе Манки Кинг Бар на дровке, так сказать, на дэмэдж, учитывая, что у врагов 0 месов и почти нет зеленого армора в команде. При этом сборка того или иного артефакта всегда субъективно оправдана на стражах. Никакой артефакт не собирается просто так. У всего есть либо практическое применение, либо параметр кайфовости. Когда я говорю о кайфовости, я имею ввиду собрать даггер Ю на КРСФ в легкой линии. Страж касательно сборки артефактов мыслит очень хаотично. Иногда он, конечно, ищет логическую цепочку, в стиле у Огармага будет много хапоригена с двумя кольцами, он еще и плотники такой с армором, но потом логическая цепочка уходит куда-то мимо и появляется жесткое желание собрать ПТшку. По всей видимости, чтобы еще быстрее бить рукой врагов под Балдластом. Ну или же собраться грамотно на пудже через даггер Аганим, и потом вместо того, чтобы взять себе какой-нибудь БКБ и прыгать в файт, берется Радианс, чтобы сжечь в два раза сильнее. И абсолютно не важно, что союзная команда примерно 10 минут ждала покупки этого геймчендженного артефакта, чтобы закономерно проебать игру. Некоторые игроки имеют свои собственные уникальные секретные разработки, так называемые авторские сборочки, понимание силы которых доступны только им и, вероятно, иллюминатам. Вот, к примеру, игрок с никнеймом Фрунзи Петр. Он точно знает про эту игру больше, чем другие, ведь он любит покупать Еул через Папирус, после чего игра внезапно заканчивается. Причем герой для этой сборки не так важен. Вот он это делает на Тейчсе, а потом он то же самое делает на Дазле. Авторская сборка игроков на Стражах, кстати, часто включает в себя перчатку обогащения. С одной стороны, это должно работать, так как выигрывает тут в основном Нетворс и Скорость Фарма. С другой стороны, есть игроки, которые собирают себе Мидас почти в каждой игре на саппортах 4-5 позиции и имеют по итогу не самые утешительные результаты. Заметьте, какие у него синхронные тайминги в двух играх подряд на Скаймаге. Практически такие же синхронные, как его умопомрачительная КДА. Ну или вот еще игрок с никнеймом Unlucky Player на саппорте Рики 4 позиции, решивший, что команда не справляется, именно поэтому ей необходим тайминговый Баттл Фьюри на 43-й минуте матча. Кстати, сборка в Коро или в Саппорта это тоже своего рода плейстайл на Стражах. Тут очень часто можно встретить игроков, которые независимо от роли выберут свой собственный путь самурая и будут долбить крипов, покупая либо шмотки на команду, либо все Коро-артефакты на своего героя. Вот, к примеру, Саппорт Рич с сапогом и Брейсером, плавно перетекающим в Мидасе, Каю и Актарин, чтобы полностью деморализовать противника. И нет, не думайте, я не против сборок на урон, если этот урон по итогу вносится, ведь сборка Коро-артефактов на демедж не всегда гарантирует, что вы этот демедж сделаете за 50 минут игры. Реализация своего Коро потанцевала на героя ограничивается только фантазией Стражей и возможностями героя. К примеру, вы знали, что Бибадон способен настакивать пассивку иллюзиями. Ставлю на то, что процентов 40 зрителей не знали, а вот наш саппорт пятой позиции с никнеймом Самсом об этом знал. Именно поэтому забилдил себе фейзы Манту к 35 минуте. Правда, к победе это не привело, но смысл у этой сборки определенно был, да еще какой. Короче, в большинстве своем у Стражей, в отличие от рекрутов, уже есть своя субъективная картина игры и плейстайла на определенном герою, что иногда заставляет их грамотно адаптироваться к игре, а иногда изобрести свой собственный велосипед, у которого почему-то три колеса, два из которых квадратные, а третье почему-то золотое и превращает крипов в 160 золота. Именно поэтому иногда Стражи действительно круто билдятся в одной конкретной игре, а в другой могут собрать себе полную билиберду, которая несовместима с победой. Но ситуация немного ухудшается еще и тем фактом, что пути достижения самой по себе победы у Стражей тоже не всегда логичные и адекватные, о чем мы сейчас и поговорим. Общий плейстайл игры у Стражей со стороны выглядит так же, как и на 0 ММР. Это вроде бы хаотичное бездумное месиво на поляне с элементами темплея. Да, в большинстве своем темп игры здесь довольно низкий. Линии могут стояться по 20 минут, первые рошаны забираться на 45 минуте, а штурм ХГ иногда происходит спонтанно после удачно сложившейся драки и внезапно подошедшей пачки крипов с парой Катапульт. Тем не менее, просматривая реплеи со Стражей, я увидел, что большинство игроков здесь существует по большему счету только в двух состояниях. Один в поле воин, или я буду играть в пятером с нулевой минуты. Стражи, которые постепенно обнулись с рекрутов и пытаются расти дальше, мыслят в двух категориях. Первая категория заключается в том, что вокруг тебя одни бездари, и ты будешь играть в соло независимо от команды. Таких игроков, кстати, в процентном соотношении чуть больше на низкой порядочности. Они часто кладут свою сардельку на роль, которая им выпала, именно поэтому они начинают руинить на своих четверках котлах и пятерках пуджах. Первые просто кайфуют, забирая у тройки львиную долю фарма, а вторые, ну просто почерить зашли, не саппортить же этим бездарам на корах. На корах же такие игроки чаще всего просто АФК бьют лес минут по 40, совершенно наплевав на происходящее на карте. В расчете, что на условной 45-й минуте после 10-го паверспайка выйдут и сделают пару рампажек, а потом еще и уронят с прогиба вражеский трон. На стражах, кстати, до сих пор остались игроки, обычно у таких более 5000 матчей в своей киберспортивной карьере, которые используют фразу «Ладно, я АФК фарм». Серьезно, на рекрутах такого понятия вообще нет. Там мужики собрались, чтобы подраться нормально. А вот стражи обладают уже куда более хрупким эго, и после пары неудач или оплошности тиммейтов отправляются пылесосить лес. Обычно это происходит вплоть до падения союзного трона. При этом АФК фарм леса иногда доходит до крайней степени абсурда. Даже в ситуациях, когда половина вражеской команды уже ливнула, на стражах будут оставаться коры, которые предпочтут еще пофармить союзный лесок, вместо того, чтобы закончить игру и стартануть новую. Страж в таких случаях мыслит как некий учитель. Он преподает урок своим тиммейтам о том, как не стоит себя вести ценой собственного времени. Вторая же категория игроков это те, которые мыслят в стиле Дота 2 командная игра, именно поэтому я буду играть с командой и пытаться делать тимплей. К сожалению, это не всегда стыкуется с победой, хотя по мне это уже лучше, чем воровать фарм, будучи саппорт позицией. Такие игроки комбинятся в пятером на ранней стадии и начинают жестко перемещаться по мапе в поисках киллов. Чаще всего это происходит без вижна и какого бы то ни было плана на игру. В стиле мы пиковаем героя, чтобы пиковнуть героя, а не для того, чтобы зафармить вражескую часть карты или там выйти в Рошана. Но надо признать, что такой вид командного взаимодействия иногда приносит свои плоды и даже приводит к победе. Тут уже все зависит от того, как играют оппоненты. Все это своего рода камень-ножницы-бумага. Тут работает чистый рандом. Если, скажем, одна команда это игроки второй категории, которые понимают, что в пятером они сильнее. А вот у вражеской играет два кора первой категории, которые просто афк бьют лес, то скорее всего первая команда победит. Но следует отметить, что у этого плейстайла тоже есть свои минусы. Если вражеский кор умеет двигаться по мапе и афк фармить, оставшиеся четыре игрока не будут тупо фидить в драках 4 vs 5, то по итогу команда с афк фармером просто будет вести по натворцу, а если этот кор еще соберет нормальные артефакты, то шансов на победу у его тимы будет значительно больше. Ко всему прочему, есть еще такая вещь, как сплитпуш, с которой тим 5 с плюсом справляется очень плохо. Это можно увидеть в ролике про калибровку на стражах и тройку шадоу шамана, которые я недавно выпускал. Там я наглядно показывал на палочках и колбочках, что команды на стражах обычно просто не справляются с отпушем двух линий одновременно и пытаются гангать вас всей аравой вместо того, чтобы грамотно расприться по мапе и фармить, не давая вам поломать хайграунд. В этом плане стражи абсолютно уникальный рейтинг. Тут можно встретить реально 5 рандомов, которые идеально сыгрались за первые 15 минут игры. Они будут продлевать контроль и чейн станет оппонентов, гангать в смоках, иногда даже заблаговременно поставив варт на вражескую территорию. Но при этом не поломав ни единого строения за 30 минут, кроме о рандомной вышке в сложной врага, которая упала под натиском крипов с катапультой. Так еще и по итогу эта команда один раз фидит во вражеском треугольнике, поддает стрики какой-нибудь вражеской медузе, которая даже не думала стараться в эту игру играть, и еще через минут 10-15 просто отдаст свой трон. Так как пик у ребят абсолютно не лейтовый, и все их старания попросту улетели в трубу. И смотря кучу реплеев с такими играми, я понимаю, почему некоторые подписчики мне пишут, что искренне не одупляют, как побеждать на свои 1000 ммр. Страж, конечно, в этой связи уже думает куда глубже, чем рекрут. Он понимает, что дота это командная игра, и чтобы победить нужно сломать вражеский трон, и что побеждает тут обычно нетворс, но что-то постоянно мешает реализовать все эти, казалось бы, правильные идеи на практике. Так в чем же основная проблема игроков на Стражах? Какая ошибка в их мыслительном процессе не дает им подняться выше? Для этого разберемся с их микро и макро. Для наиболее осязаемого примера микро и макро на Стражах, я бы хотел разобрать вот эту вот игру. Ну и для этого мне нужно появиться в левом углу. Да, я интегрировал рубрику Найс Играешь внутри этого ролика. А что вам не сделать, это мой канал. Поехали смотреть реплей. Тут у нас все начинается как на обычных Стражах. Медовый Иончик через фаст Транквилы, осуждая максимально. Четверка Энигма через любовь к безалкогольным напиткам. Но в легкой у нас стоит пятерка Андайинг через Скороходность с вкачанной Тамбой на первом левеле. У Дайр все намного лучше. Тут медовый Войт Спирит, Кэрри Антимакс Джакира, Течис Легионка, и в целом все билды адекватные, за исключением, может быть, Кларити на Легионке на первые деньги. И в целом, если смотреть первые минут, так сказать, 10 игры, то ты понимаешь, что у Рэдиант нету шансов от слова совсем. Энигма к пятой минуте уже нажимает дисконнект, отправляется на базу, выпив всего лишь две балтики нулевки из шести купленных. Медовый Леон видит, как вражеский Течис только что ТП шнулся и бежит вот в этот лес. Ну и вот Леон, наконец-то, закономерно отправляется в таверну, после чего совершает рейдж байбэк. Итого у нас уже один мальчик, который совершил рейдж байбэк, один мальчик, который дисконнектнулся, и пятерка Андайинг, который вкачал Тамбу на первом левеле. После того, как Леон совершил рейдж байбэк, он отправляется в поход под Т1 врага, проигрывает очевидный размен с Фериком и отправляется на 50 секунд в таверну. Ну и после того, как он зареспавнился, он покупает гем, отправляется им фидить, в общем, ставит вард. Короче, заканчивается игра для команды Рэддинг. У них один игрок стоит АФК, второй пошел фидить, ну а третий искупает абсолютно все варды и еще качает Тамбу на первом левеле. Ну это я так напоминаю. Ну и если двух руинеров вам не хватает, встречайте фантомку. Он просто давит под Т1, отправляется в таверну, не получает хил андайнга, потому что тот в кулдауне, сразу же байбэк, и цепь бежит обратно в линию без ТПшки. Короче говоря, 10 минута, 5000 перефарма от команды Дайер, у Рэдиант два игрока не играют в принципе. Что нужно сделать команде Дайер? Ну, просто добрать еще пару-тройку артефактов, чтобы можно было собраться в пятером, давить тавера и закономерно закончить игру, потому что вы играете в пятером против троих. Ну и в целом, в ближайшие 4-5 минут пацаны примерно так и делают. Они сломали Т1 в миду, они сломали Т1 в сложные врага, и Течис пытается потихонечку сломать еще Т1 в легкие врага. Легионка принимает решение, что абсолютно необходимо фармить союзный Трайэнгл, который дает в два раза меньше денег, чем абсолютно любая из других опций, и покупает себе Лотар, естественно, тот самый гарантированный артефакт, чтобы врываться у врагов. И что самое интересное, с 15 минуты по 20-ю преимущество команды Дайер не растет. То есть у них 5 человек, которые фармят 3 четверти карты, и при этом они не становятся больше. Как такое происходит? Легионка, к примеру, вместо того, чтобы реализовать хотя бы какие-то свои кнопки, пойти загангать вражескую фантомку, которая уже добралась до БФа на 16-й минуте, продолжает полисосить лес с Лотаром. Бойт Спирит, вместо того, чтобы купить себе какой-нибудь Аганим или Ю, чтобы цеплять героев, пытается врываться и потихонечку отправляется в таверну. И да, они начинают проигрывать, играя в пятером против троих. И потому, что здесь каждый занят своими делами. То есть я хочу вам сказать, что по микро они неплохие. То есть люди добивали крипов, имели там 4-4 500 нетворс на 10-й минуте, что вполне себе похвально. То есть крипов они бить умеют. Акс начал заходить за вышку и даже выиграл линию, стоя там по сути 1 vs 2, когда Энигма левнула. Легионка там что-то подобивала, Фантомка постояла линию. Андаинг со своей авторской сборкой и там бой на первом левеле умудрился тоже выиграть линию. Но потом что-то идет не так, Джакиро умирает за 2 крита, потому что ему не с кем играть. Потому что у него есть оффлейдер, который качает лес, четверка, которая стоит в смоках в лесу, и войтспирит, который пытается купить себе доедалус. И весь тимплей команды Дайр в этой игре характеризуется вот этим моментом. Пацаны нажимают смок вплотную к Фантомке, начинают ее фокусить в БКБ. Легионка не знает, что делать во всей этой ситуации и дает вот такую замечательную дуэль. И они делают это на протяжении 25 минут. У каждого из них по тысяче, по полторы тысячи матчей. И они не знают, как в пятером победить Фантом Ассасин. И если этого цирка вам было недостаточно, смотрите, что происходит дальше. Приходит войтспирит, промахивается ремнантом, зато учитель спринтера не промахивается сайленсом, но, к сожалению, это не помогает, потому что сначала один герой умирает за крит, а потом и второй герой умирает за крит. Что мешало команде Дайер застакаться в пятером, чтобы убить одного героя, который, ну да, он ведет по натворцу, но все еще после БКБ это уязвимый герой, который умирает за пару нюков. Но нет, они не справляются. И проблема в том, что они не справятся до конца игры. 30 минута Фантомка фармит вражеский треугольник, запрыгивает, за Барса сплэша убивает двух героев, после чего получает феноменальную дуэль, без нажатого Блэйдмейла, после чего в драку приходит антимаг, который фармил 31 минуту, и он тоже отправляется в таверну. Собственно, как и Течис. Ну и на 33 минуте три бравых солдатика, один из которых собрался через Сэджин Дьяша, Гуардиан Грифс, и с вкачанной там бой на первом левеле, я напоминаю. Собственно, они заканчивают игру и побеждают. Страж 2 в игре с 2017 года, Страж 2, 2000 матчей, Страж 4 в игре с 2021 года, 3000 побед, Страж 3, 1300 побед, Боярд Спирит, Страж 3, 3300 побед. Но это чтобы вы мне не говорили, что половина из игроков здесь новички, что они только учатся играть. Нет, нет, это люди с 2-3 тысячи часов в игре. Некоторые из них поиграли в доту на всех героях по многу раз. И вот так вот выглядит среднестатистическая игра на Стражах. Бессмысленное и беспощадное непонимание того, как реализовать свой потенциал. Давайте попробуем подвести итог. Помните, в прошлом ролике мы говорили о том, что рекруты мыслят очень фрагментарно, думая о том, что им нужно сделать килл, или собрать какую-то одну шмотку для победы, или же обязательно нужно забрать Рошана, бесконечно прибегая в Рошпит и умирая там на протяжении 5 минут к ряду. Все это по итогу не дает рекруту построить целостную картинку в игре, а следовательно понять, как можно побеждать чаще, чем в половине своих игр. На Стражах уже нет фрагментарности действий. Люди собираются в пятером, чтобы играть командно. Они понимают, что килл потенциал у оффлейнера будет куда выше, если к нему, скажем, подкручатся суппорты. Также они понимают, что у Кэрри есть свои пики силы, и нужно АФК пофармить, а не нестись во врагов без необходимого левела или слота. Страж уже способен простраивать логическую цепочку, при которой ряд определенных действий приведет к победе. Страж на корр позиции мыслит следующим образом. Я сейчас буду потеть, реагрить крипов, динаить вражеских, и за счет перевеса по надворцу смогу выиграть линию. А дальше, если это все случается, Страж немного встает в ступор. То же самое происходит и с саппортами, которые могут на линии подумать, как победить в первые 10 минут. Они будут пулить крипов, банить к импы врагам, иногда даже смещаться на мид, чтобы загангать врага. И вот Страж получает преимущество. Наступает самая сложная часть в игре. Это преимущество реализовать. Сразу же можно взглянуть на противоположную ситуацию, в которой Стражи оказались в проигрышной игре. Когда вражеский корр на линии сильнее, или вражеский саппорт зонит тебя от пула крипов, в итоге линия проигрывается, и ты оказываешься в дерьме. И в том и в другом случае у Стража не возникает мысли в стиле, а что делать дальше. В первом случае не возникает мысль о реализации преимущества, а у втором случае не возникает мысль о том, как грамотнее вернуться в игру. Страж едет по рельсам своей обычной игры почти всегда, импровизируя только со сборкой шмоток, но никак не со своим плейстайлом. Если игра кажется слишком простой, то Страж всегда усложнит ее себе идиотским билдом, купив на первые деньги Дагон, Радик или Дейдалус новой Спирита, вместо того, чтобы собрать адекватный билд и продолжить сноуболиться. И то же самое происходит в тимплее. Команда не собирается в пятером, когда чувствует, что она сильнее, и может просто идти забирать тавера. Она собирается в пятером случайно. То есть я видел сотни реплеев, где есть пять героев без каких бы то ни было больших кулдаунов и с перевесом в 10 канатворса на 15 минуте. И они просто продолжали стоять линии и лес, ожидая, что враги наконец доберутся до нужных артефактов и смогут дать бой. Возможно, это такая разновидность фаерплея, я так и не разобрался. Ну или напротив, вместо того, чтобы саевого дофармить себе важную БКБшку, какая-нибудь фантомка или тролль варлорд, в обнимку со всей своей командой идет совершать Роскомнадзор во вражеской Т2 на миду. Просто потому, что внезапно игрок вспомнил о том, что Дота 2 это командная игра. Вот такие вот мыслительные парадоксы можно встретить на Стражах. При просмотре кучи статистик и игры со Стражей для этого ролика, меня посетила еще одна интересная мысль. О ней можно порассуждать в комментариях. Несмотря на то, что, казалось бы, Стражи это всего на 300-400 мр побольше, чем завсегдатые рекрутов, у них уже есть какое-никакое дотерское ЧСВ и свои Dead Insider. Серьезно, в играх на рекрутах встретить какой-нибудь Rage Buyback из-за глупой смерти практически невозможно. Даже на низкой порядочности. На 100 ммр люди понимают, что играют плохо и не тильтуют сильно из-за своих ошибок. Они могут сыграть со статой 0.20, но все равно кайфанут от игры, параллельно пообщавшись с тиммейтами в войсчате. На Стражах же люди уже чувствуют цену своей ошибки и по-настоящему сгорают, если что-то идет не так. Последняя игра, которую я вам показал в этом ролике, тому подтверждение. На Стражах уже есть люди, которые на полном серьезе думают, что им намеренно руинят игры. И если с рекрутов люди не могут выбраться, потому что они не понимают, как играть в макро, как стоит линию, какого героя пикнуть. И чаще всего именно с этими вопросами они приходят ко мне в личку. А вот уже люди из 700-1000 ммр довольно часто заявляют, что им руинят команда. А сами они д'Артаньяны. Видимо, достижение второй медальки после рекрута действительно работает в плюс к ЧСВ. Как бы это забавно не звучало. Но при всем при этом, опять же, напоминаю, что на Стражах действительно есть, ну, неплохие игроки. То есть люди, которые смотрят гайды, разбираются в билдах, пересматривают реплеи, ищут ошибки, в общем, прогрессируют. На рекрутах, конечно, тоже такие люди есть. Но если люди это делают на рекрутах, с рекрутов они выбираются прям довольно быстро. А на Стражах люди живут, ну, прям годами. Потому что добраться там с 1000 мр до 1500 или 1600, это уже значительно сложнее, чем добраться от 0 до 700. Короче говоря, вот такие вот Стражи тоже своего рода парадоксальные, своего рода уже ЧСВшные, своего рода экспериментальные с точки зрения сборок. Правда, посмотрев много реплеев с их игр и посмотрев их сборки и то, что они делают на карте, изначально кажется, что там происходит абсолютно все то же самое, что на рекрутах просто чуть быстрее. Люди чуть быстрее фармят, чуть быстрее проигрывают свое преимущество и чуть быстрее отдают трон. Но на самом деле нет. Там тоже своя жизнь, свой микрокосмос, свои микроидеи у каждого есть и у каждого есть свой плейстайл. И это на самом деле здорово, это прикольно то, что на каждом рейтинге есть свои игроки со своими приколами, со своими идеями И со своим видением доты Потому что, опять же, откроем маленький секрет Чтобы выбраться с определенного рейтинга Нужно все равно немножечко изменять свое отношение к игре И пикать определенных героев Смотреть на винрейты и так далее Но опять же, про то, как выбираться с каждого рейтинга Есть миллион видосов на ютубе Можете, опять же, там, прочекать Прогулить, как выбраться со стажей и так далее Потому что то количество вопросов, которые приходят ко мне в личку К сожалению, неподъемно Хотя на все эти вопросы уже миллион раз ответили в интернет Короче, вот так вот Собирайте 20 тысяч лайков Мы отправляемся делать рыцарей, смотреть, что у них там В DOS 2 происходит Я уверен, что там еще более интересные игроки, чем на стражах Ну а с вами был Серега Любите маму, уважайте папу Не съедите долго перед экраном И пораньше гасите проклятый компьютер Всем удачи, всем пока